Давайте, пожалуйста, начинать. Сразу будет форт-момент. Если у вас есть вопросы и вы хотите писать в чат, пожалуйста, лучше напишите в чат. Лучше простите голосом, либо чаты посмотрите лишь в конце презентажки. Увы, Zoom не идеален до сих пор. Вопрос 2. Вам меня нормально слышно? Так точно. Нормально слышно. Спасибо, Владимир. Меня зовут Пленов Андрей, и сегодня я вам расскажу про разные жуткие вещи, как нейронные сети. Нейронные сети – это всего-навсего алгоритм машинного обучения, который довольно давно уже используется повсеместно в куче-куче-куче разных задач. Это может быть и обработка текстов, выражения, аудио, видео и просто всякие разные шипни вроде шума. Да, увы, некоторые используют их там, где и не нужно. Не нужно и не нужно. Маркетологи постарались на славу. Очень часто нейронки не могут отличить простые вещи и разные вещи, как и в городе, и мы не можем отличить печеньку от чихуахуа. А, собственно, нейронки можно обучать, и у нас есть задача обучения с учителем. У нас есть множество объектов X и есть некоторое множество ответов. Нам нужна зависимость Y с крышечкой, которая бы приводила объекты из множества X во множество Y. У нас есть некая обучающая выборка. Это множество из N объектов, которые включаются в множество общих объектов X и есть некоторое множество ответов на этом самом множестве. И нам требует найти такую функцию, которая бы максимально близко пробежала с Y с крышечкой на всем множестве, отдавая ей лишь обучающие данные. Начнем мы с самой примитивной нейронной схемы. Это обычный искусственный нейрон. У него есть N входов, X1XN, и ровно один выход. При этом все входы взвешены, плюс есть вес смещения. Нейрон – это максимально простая конструкция, которая всего-навсего вычисляет длинную комбинацию входов и проявляет вес смещения. После чего применяют некоторую обычную нелинейную функцию активации. Если сказать это более красиво математически, то можно использовать записи веса трансформированного умноженного N плюс B. И на выходе у нас есть ровно одно число. То есть на вход мы даем некоторый вектор, на выходе выдается число. Смотрим, например. Тучи на входы – это X1X2X3. Они равны 0.8 минус 0.2 и 0.1 соответственно. И веса 0.15 и 0.7 минус 0.5. То есть вес смещения, который равен 0.42. И функцию активации мы используем вставаемый упрямитель. Это функция, которая, по сути, берет максимум из XI0. Как работает нейрон? Он перемножит 0.8 и 0.15, получит 0.12. Перемножит 0.7 и минус 0.3, получит 0.21. Примножит 0.5 и 0.1, получит 0.05. Приводит к всему этому вес смещения на 42. И активирует значение, получит 0.28. Это просто без изменения. Оставит так, как число получилось в положитель. Я стал раньше по функции активации. Это всего лишь некоторая диапазонная функция. И она обычно линейная, действительно. Которая применяется к полученному значению линейной комбинации входных значений. Наиболее часто распределены эти три функции активации. Это сегмоида, сегмоиды, сегмоиды и релу. Их формулы течения производных обозначений, которые в данной таблице. Однако вопрос, почему функция активации обычно линейная? И чем плоха линейная функция? Потому что комбинация линейных функций и есть линейная функция. И тогда у нас получается, что все нейроны в сумме все равно будут давать линейную функцию. Если у нас два слоя, то релу нам вполне позволит аппроксимировать. Релу не линейная. Релу линейная, но она же позволит. Не линейная. Нет, она не линейная. Она линейная лишь на положительном участке. А это всегда нарушает линейные линейности. Я знаю, что мы формально тогда не сможем аппроксимировать нелинейные зависимости. То есть, если у нас итоговые данные, на самом деле, линейные, среди навходов, то нам дают линейную функцию активацию. Но чаще всего мы живем в идеальном мире, и линейных данных у нас очень мало. Собственно, здесь есть графики самих функций. И из тресно-храненства, сегмоиды и у тангенса, они имеют значение от минус 1. При станке, танген, находятся в значениях от минус 1 до 1, тем она от минус 1 до 1. Мы при активации получаем не очень большие числа. То есть, каждый нейрон будет вызывать небольшие значения, и тем самым в дальнейшем можно будет использовать 802. Что-то в РЛУ значения неограниченные в порядке новости, из-за чего РЛУ очень часто любит умирать при обучении. Но об этом все чуть позднее. Возможно, некоторые из вас сталкиваются с фишкой регрессией. Это моделька, у которой есть на входе n вещественных векторов, а ответом является числа из множества 0,1. То есть, она противнофиксирует на два класса. Решением задачи классификации такой, сильной регрессии, это всего лишь применение секундальной функции к линейной комбинации весов. Причем даже без смещения зачастую. Чтобы нам найти ответ, нам нужно найти грависа. Что делается путем анонимизации функции ошибки. На случай внизу приведена функция потери ошибки для фишкой регрессии. И даже есть сразу удобные, красивые формулы, как получить минимум сразу. Но как они выводятся, как именно они сходятся, рассказывать я вам, конечно же, не буду. Собственно, а если внимательно посмотреть на формулу лог-регрессии, то очень легко заметить, что это на самом деле нейрон. Так как это нейрон, то мы можем оптимизировать функцию с помощью вариантного спуска и найти параметры v1vm. Раньше нейрон всего лишь выдает одно число. Мы его на вход вектор, а он нам число. А нам порой хочется иметь на выходе тоже вектор. И мы можем сделать, что мы можем взять и не один нейрон, а m нейрон. Где каждый исход, соответствующий, будет принят с входным сигналом. М каждый с каждым. Сейчас мы получим m нейронов, у каждого из которых m плюс один вес. И сейчас мы получим m m плюс один весовой коэффициент в такой вот страшной штуке, которую будем называть полноцветным слоем. При этом он подает нам в выходе вектор. Обычно все нейроны используют в том, что функция активации, хотя это не запрещено использовать любую... У каждого нейрона может быть своя функция активации. Но обычно так делается ради производительности. Опять, ради производительности гораздо удобнее представлять нейронный слой не в виде невестных нейронов, а в виде обычной матрицы весов и вектора тоже и матрицы, и смещений. Тогда мы можем просто перемножить матрицу весов на входной вектор, прибавить вектор смещения, активировать значения, стремить функцию активации, к каждому из полученных значений в векторе, и получить выходное значение слоя. В этом у матрицы весов по количеству строк совпадает с количеством выходов, а количество фабсов – с количеством входов. Например, почва на слой имеет два входа, три выхода, и активируется функцией хирургического тангента. При этом высовые коэффициенты и фоносигналы такие, как представлены здесь. После перемножения матрицы управления вектор смещения мы получаем векторы 0.275, 0.273 и 0.162. Применяя к этому хирургический тангент, мы получаем иные значения, а именно 0.277, 0.487 и 0.642. Сначала мы из вектора 0.5, 0.3 получили вот такой трехмерный вектор. Я говорил про функциевации, которые использовали лишь одно входное значение. При этом есть задачи классификации, где нужно отклассифицировать на несколько классов, причем больше, чем 2 класса. 3, 10 классов и так далее. И нам бы хотелось, чтобы в сумме, значения, которые выдаются последним слоем, получались бы равны единице. Мы получали вероятности каждого класса, и по максимуму из них мы бы выбирали итоговый ответ. На функцию of max нужно делать именно данную задачу. она каждое значение выходное, то есть каждый неров, она возводит, она берет экспонент этого значения и делит на сумму экспонентов. На самом деле, какие бы у нас числа ни были, у нас в сумме будет всегда получаться единица. Если мы просуммируем, то мы получим в числителе сумму экспонентов, значит, будет та же самая сумма экспонентов. Но при этом каждое число из них будет от нуля до единицы. На данном случае, пример, у нас был вектор, который был не разный скошной вероятности, а второй очень разный скошной вероятности. При этом важный сервис, софтмакса заявляет, что она сохраняет максимум. Он как называется софтмакс, мягкий максимум. У нас были максимум в единицах, первым и последним значения, они же остались в результате софтмакса. Раньше мы расширили нейрон до нейронного слоя. Нам ничего не мешает расширить нейронный слой до полнотанной нейронной сети. Каждый выход сервисного слоя будет являться входом следующего слоя. Мы буквально подключаем друг к другу, мы как конструктор. Каждый слой, в данном случае, это один-долейный слой, обычно последний слой называют выходными, а просто называют скрытыми. Хотя, с точки зрения математики, нет никакой разницы, поскольку моделируется просто очень большая, сложная, нелинейная функция. То есть первый слой у нас выдает первую функцию активации от первых весов, умноженные на вход в плюс B, первое, а второй слой уже в качестве XA берет значение Y1, так что получился в первом слое. И так далее, моделируется такая огромная-огромная длинная функция. То есть чем формально, чем больше слоев, тем больше будет нелинейности. И, строго говоря, в идеале можно получить любую функцию. Хотя, строго говоря, есть классная теорема функционального подкосиматора, которая говорит о том, что нам достаточно всего два слоя, чтобы с произвольной точностью интерполировать любую функцию. Как нужно обучать нейронную сеть учителям? У нас, так же, как и в сдаче, есть обучающая выборка, где XA это объекты, в случае некоторых вектора, YA это правильный ответ, в чем тоже вектора. Неронную сеть мы будем снять просто функцией от XA и это, от входных значений и весовых коэффициентов. В процессе обучения мы попытаемся поискать те параметры, при которых вставаемые сети результаты будут возможно ближе к тем, которые мы хотим получить на обучающей выборке. Чтобы понять, что такое близкие значения, надо ввести некоторую функцию потерь, функцию ошибки, которых нынче очень много, но наиболее сопряжены, наверное, в следующих три это среднекатологическое отклонение, всеразность квадратов, координатная, уминовый рейдж, эррор, разность модулей, либо же прекрасная кросснотропия, кросснотропия. А почитайте, пожалуйста, чат. я попросил, чтобы не писать час, а сразу спрашивать. Нашел конди конференцируем нейронная сеть. нейронная сеть, по-моему, это просто функция. Функция от весов и входных значений. И мы можем сверить какой-нибудь параметр, какой-нибудь вес первого слоя, первый вес первого слоя, и по нему найти производную. можем найти грин по всем весам. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Лишь. Тогда идем дальше. Так, допустим, мы выбрали какую-то функцию потерь, и теперь нам нужно как-то найти веса. Мы можем посчитать функцию ошибки на каждом из примеров и просуммировать в среднем. Такую страшную сумму мы назовем функционалом качества, на что испугаться, это просто сумма цифр. Поскольку функция потерь от весов это дифференцируемая функция, мы так выбирали функцию потери и нейронную сеть, то мы можем визировать параметры с помощью временного спуска и можем пытаться попасть локальный минимум. Выключу в основном здесь попытаться. Далеко он седает и получается. Стоянный флот работает следующим образом. У нас есть некоторые стороны регистрации, мы находим градиент по этому весу от функции потерь и шагаем с некоторым шагом в формате градиента, то есть вычитаем веса произведения шага на градиент. В данном случае самая сложная часть является вычисление градиента, ибо сеть может быть очень большой, параметров может быть очень много, как-то считать пока не очень понятно, но скоро будет понятно. при этом если мы будем использовать тот где мы считаем сумму по всем элементам выборки, то мы будем очень долго обновляться, долго ходить. При этом мы можем обновлять риса не каждую эпоху, а брать каждый раз случайный пример, на нем считать функцию потерь и обновлять параметры. большой минус в том, что примеры могут попасть таким образом, сеть будет туда-сюда колбасить, и она будет очень плохо сходить, подвержена выбору. И к тому же мы никак не можем справлять шлини ошибки, скорее так, к производительности. Но есть более современный вариант, который используется почти всегда. Каждую операцию мы выбираем м примеров, гораздо меньше, чем м, а мы чем 2, 4, 8, 10. Вычисляем сумму на данном бачке, то есть м данных примеров называется бачке. мы считаем сумму функции ошибки на данном батча применяем ее и овновляем прям поскольку тут мы посредняем каждый раз то мы получаем более плавные изменения хотя нередко приводит более долгом долгосходимости но то можем увеличить значение шага и самое приятное то что каждый каждый член плагаемого можно считать параллельно мы получаем более быстрые более быстро работайте вот на примере на самой простой функции процент минус 2 минимум не очевидно в качестве но мы начнем очагать точки 3 качестве шагом возьмем на 4 градиента уже на случай спадающийся производный после первой операции мы попадем в точку 06 построена для нас она на 24 и так далее все же даже на третье трассы мы уже очень близко к двойке а уж на 5 операции так и вовсе мы нашим игроки понизначение к нулю по иксу мы за инфекции сошлись в один единственный идеально к нему который нам очень было глобально нам повезло нам может не повезти мы можем взять очень маленький шаг моем шаг 0 1 то за трассе 10 мы будем все еще где-то точке 0 3 а это всего а это очень странно из квадрат это нам не кать может повезти но дано очень сильно повезти шаг на 5 то вам всего за одну операцию попали минимуму локальными но уже кого на большой шаг и клиент будет скакать мы будем сходить смена к минимуму но каждый раз крен будет менять знак нам будет перебрасывается на одну-другую сторону параболы а я очень большой шаг мы можем не просто не сходить можно даже расходить сеть никогда не будет она будет каждом все дальше и дальше от идеалов то вопрос скажу брать максимальный шаг увы ответом на этот эксперимент есть некоторые методики которые позволяют мне вопрос на прошлом слайде было слово батч а как это перевести на русский оптимально пакет пакетный спуск его называют на большом счету лучше такое не переводить просто писать в коде и не упоминать об этом а если методики которые позволяют найти более оптимальные варианты в том числе и просто некоторым шагом поизменять этот самый шаг датологи лад некоторые варианты предлагают более более много как раз скажут рацию его уменьшается увеличивать много-много вариантов есть об этом мои коллеги расскажу будущих лекциях вот он как же обучать нейронную сеть медномерийного спуска обучаемого демекции количество эпох полных тратой по всей выборке иногда обучение можно сказать раньше пересли анализационной выборки мы делим всю выборку на тест и трейн на и валидацию на деле на трейне мы обучаемся на проверяемся насколько нормальная качество обучение раньше если каждый станет улучшаться на валидационной выборке обучать сеть мы можем почти до нуля мы просто переобучимся так как раньше мы здесь том что выбрать шаг довольно сложно то на помощь нам также приходят специальные методы гранированного спуска такие как гранированного спуска учитывающий момент адам анагратором и стропа и тому подобное они используют некоторую информацию они пытаются проксимировать момент вторую производную весов причем что слово проксимируют так как считать что иначе очень-очень много и об этом также вам расскажут коллеги на следующих лет а тут краткий к вам вопрос у нас был на канал качества есть нейронная сеть каким образом нам вышли градиент по какому-нибудь весу глубокой нейронной сети то есть сложные фиксируемые функции ну мы же можем mse например матрично расписать и градиент тоже на каждом слое расписать можем можем у нас миллионы и миллиарды весов а в каждом слое по миллион весов это в лоб пожалуй будет тяжко а мы так не хотим поэтому мы и дети математики придумали классную штуку который скоро скажу но сначала у нас нет никакой хитине никаких матриц у нас есть просто некоторый класс граф вычислений в данном случае мы рассмотрим самую тупую сеть у нас однослойная сеть у него два входа один выход и она активируется пролистским танкетом на графе у нас есть два узла которые перемножают а кстати вид бедном и мэр да 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 видно отлично дать два угла умножают а затем ажито суммируются являет свет смещения и находится значение там нет мы можем сказать немножко иначе пусть у нас есть временный в 1 2 2 3 4 1 находится поведение в 2 находит поведение но второго сигнала в 3 находит их сумму а 4 находит сумму весом смещения и итоговое значение это тангент от 4 что придумали умные дети они подумали обратно ошибки который позволяет вы сейчас на производные на графе вычислений у него есть два этапа прямая и обратная напрямую мы разберем сеть и вспомним хранить сигналы через каждый узел и сохраняем как выходные значения так и производные угла а на право на сцене и мы на основе значений проходят вычисляем честно производные каждой функции по каждому из узлов я скажу как именно делать у нас отграв чтобы у нас были входные значения 21 5 3 метра и 2 приходят сетью у нас прямого распространения зеленое это значение на выходе то есть первое было произведение 2 на 1 кроме 5 на 3 и здесь красном это частная производная здесь производная по x1 в 1 и частная производная в 1 по x1 это в 1 она была равна единиц поэтому здесь единиц как производная по в 1 до x1 она была равна 2 аналогично в этом еще раз а еще раз можно концептуально вот прямое распространение это что и о чем у нас есть входные значения мы прошли ведь граф и получили значение на выходе граф в каждом узле мы вычисляем и выходы их и часто производные по их входам как на это примере я покажу спасибо у нас получилось 2 и минус 5 мы их суммируем получаем 05 частная производная в 3 pv1 или pv2 это единицы поэтому здесь у нас стоит единица даже аналогично мы прибавляем минус 1 2 получаем минус 07 у нас снова сумма так что частная производная единица и активируем значение тангенса тангенсом получаем 4 его приходная не смена станет подойти но 5 на 135 этом и может мнение на завершено мы вычислили все выходы каждого угла и все частные производные каждого угла и приходим к обратному станению 8 начнем с единицы финансов шла выхода пошла день мы просто перемножаем ее на частные производства которые у нас здесь получились и это наш отрывать так как там была единица ходим дальше у нас для проводной по b она 0 635 остается в этом взгляд также 0635 здесь не так интересно здесь также были единицы а дальше краски мы получаем здесь 0635 можно единицу здесь 127 умноженное на 2 это значение если 5 и минус 0 3 1 5 если вопросы по данному графу данного примера да я не поняла обратное распространение если можно то есть я поняла что мы вычисляем все частные производные все веса на прямом распространении это я понимаю а вот дальше дальше мы делаем просто очень такую вещь мы перемножаем значение которое у нас на частные производные которое вышло которая здесь была найдена при промышленность устранения мы не умножили на это число аналогично здесь умножили на 635 на вот эту единицу и у нас стало здесь что 135 это является частной производной функцией y по b аналогично здесь у нас на 635 к этому примеру к часть точнее а здесь на на 635 так оставалось бы это на 635 может на единицу на единицу есть ровно умножается на двойку получаем 1 27 каждый раз ну да мы в каждом узле умножаем число получено на частные производные все верно а на пальцах зачем мы это делаем можете объяснить или это сложно зачем мы хотим уметь обновлять веса нам нужно для этого получать градиенты чтобы сейчас на производных каждому вес искать их честно в лоб или численно это очень долго сложно а здесь мы всего лишь перемножаем значение мы за один проход который нам все равно сделать чтобы показать и некоторые примеры получить ее выход находим частные производные за второй проход по сети мы получаем все частные производные формально если мы возьмем и обрежем вот эту часть сам что-то якобы один слой а вот это все второй слой то помощью значения вот это которое пришло она из будущего в лучших слоев она используется для вычисления от производных к слоя нам не нужно все параметры перебирать нам нужно пройти просто по слоям возможно звучит крайне криво но если стало понятнее то здорово если нет то еще раз а извините еще раз вопрос вот в тангенсике прибаллическом вот это желтая единичка это что это какой-то результат первого прохода почему единичка это не за проходы это формальное значение которое пришло из будущего а это метка это значение частно производные следующих слоев например а для последнего слоя это значение ошибки что это будет да 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 будет частно производные ошибки по выходу спасибо что теперь делается с этими желтыми значениями они складываются то есть это поправки на веса они просто складываются с первоначальными весами целом почти да если в данном случае то мы хотели бы изменить значение но вот каждому весу на вес мы бы и не слышали не пришла к можно назначение на оранжевая была обычная греетный пункт они всяк всякие его модификации понятно спасибо всего за два прохода по сети вычислили все параметры которые нам нужны тем более того но случайно и кстати это входное значение в 1 2 и b это оптимизируемые мы могли обновить а значение языка x1 на что 351905 могли бы использовать в более продущих слоях как в этой вид которая здесь ты будешь на здесь включен слой которого два выхода вот эти значения пошли бы в него понятно что нибудь то есть по сути это куча черных ящиков и там из обставляем их вместе втыкаем входы в выходы ну да да это конструктор скорее ничего не должен быть черный ящик например мы знаем что в нем есть расписать изначально формулу как так сложную функцию то как раз мы получили бы цельное произведение всяких данных частей смертопризводной по x1 было бы y-штрих-штрих от всего этого произведения умноженное на в 1 так это так и собственно вот здесь вот пусть 1 мы учили честно значение в 1 можно датыни то есть это 0 635 это получается мы взяли производную просто по их один глобальный функции по x1 и все да именно так как раз таки и цель найти частные производные функции потерь по каждому из весов здесь туда идем дальше при оборудовании ошибки очень глубокая то до первых слоев может пить очень-очень маленький градиент то что мы это умножаем значение на все меньше и меньше и значения поэтому и твои будут умножаться слабо пошел насчетом будут учиться на последние свои чтобы этого не было вводят функции активации которые позволяют уменьшить эти вещи и которые позволяют на ингредиент на первые свои ты хоть можем взять и такой как и конечно который уже он прибавляет значение которое было на входе и к выходу при ингредиент а у нас пойдет значение которое было и со слоя и выхода мы гарантированно сохраним все что-нибудь да точно у нас дойдет то есть вот здесь нулевой то на всех остальных слоях у нас получались бы нули и как бы добавилось при этом на виду с хорошим градиентом есть другая проблема бренд может взорваться это особенно шоу является стрелу в рамите может выгорать теперь грин был очень большой какой-то момент мы можем ограничиться что какие бы хранить значение у нас не получались а шелушка будет либо нулевой в около нулевой и обновляться но все варианты другую часть нейрон сеть при создании нам чем-то интеллигировать обычной пользуется нормальность определение своем среднем и смыслом отклонением про быстро функционально инфиде лены на размер на список есть техник которые учитываются его на функцию активации надо немножко формат сад и это рассказывать вам тоже конечно же не буду наиболее техники таки это вверх и нужно аккуратно подбирать начальность сервисов функции активации размеры крыши стоя на выборке у нас может быть прям либо сеть недообучится ибо там слишком слабая сеть можно переводится на за буквально запомним значение на трене и на полиции на то есть она будет выдавать подходим бред вопрос к вам почему бы нам искать просто не использовать нулевые изначально нулевый кратент много будет но у нас просто давно и будет обновлять веса мы все время на 0 умножаем ну да так строго если функция активации будет в 0 и выдавать не 0 что не другое то мы получим там отличный от 0 грн но при этом у нас президенты по всем весам будут одинаковые мы все веса будем измять одинаково то есть проблему тем что всегда будет 0 выдавать выходе это не совсем к а может все другие значения но она не будет обучаться можно ли как андриды гадарин лизировать вот так нейроны склеится они будут одинаково изменяться да я вам сказал ответ еще до вопрос а вот эта проблема все гринты будут одинаково все веса будут одинаково изменяться обучение толком не будет такого происходить подождите а что в этом плавал то есть я понимаю что почему это будет что в этом плохого нас разные выход разные входы и что плохого если не будет одинаковые веса это будет то же самое что один вес множить на сумму всех входов где используются очень часто для таких задач которых довольно долго время использовать используются более простые методы всякий бусин деревьями модель но никуда не ушел он обычно используется как выходной слой и поле сложных моделях которые формируют некоторые особенности входных коров которые надо классифицировать что-то другое я говорил нейроны сети нынче используются очень много дня и среди задач есть обработка изображений там тоже много секретных задач может как обычно квалификация это на фото кошка или собака можно не только но еще и определить где именно на фотографии возможности задача уже так что где нужно уже не один объект раз несколько чем танки от классификации и в том числе и есть и на сегменте что нам нужно получить прям маску на изображение целом почему нам использовать сеть которую мы только что изучить но чтоб нет пусть нас еще черно-белое изображение 22 мы его можем спокойно развернуть вверх к разминке 1024 просто такая строкой допустим мы возьмем к нас твой размер скил 4024 когда мы получим уже или он слишком парами всего на одном слое а нам нужно не один а несколько это очень больно считать и не видеокарты не скажет спасибо а более того такие сети вон склонны к переобучению что самое противное изображение вообще говоря ты когда мы разворачивание вектор мы теряем смысл о том что он мир верхней пикселей снизу они были связаны после вектор они все независимы это мы не учитываем локальных признаков и нибудь там палочки которые у нас были изначально на картинке они пройдут просто в точке может быть сам построить так что возможно даже могут вам распознать но рассчитывать на это не приходит ибо опять же слишком много параметров слишком легко переобучить почему почему такая сеть склонна к переобучению у нее слишком много слов поэтому она может буквально запомнить у него формально повышается емкость памяти это если маркетологовыми словами говорить а так она просто может запомнить и на какие-то конкретные точки которые способны именно изображением на тренировочной сети тоже на выборке она так и такого вообще нет спасибо поэтому мы ведем центр на этот пугаться это страшные тензоры из математики а всего лишь пролепипеды чисел то есть конечно вектора думали конь секрет то что изображение обычно таргб с него есть просто три канала где каждый канал играет одномерная модель их мы мируем эти матрицы друг с другом получив такую объемную штуку ем и мы даем тендер вот и что раньше играл о том что мы не учитываем никак как локальные признаки есть такие серии как срочные которые первыми побили корпоемы шнета и после чего абсолютно все стали сквозь именно их которые очень очень давно а теме и стура это очень классный полежит основе огромное количество кеток который используется сегодня она стоит из трех так трех больших блоков это сверстные слои у рынка и план связанной сеть он связанной сеть мы уже плюс-мин узнаем к сверстке пуллинг скажу дальше как она в том работает у нас подает на вход тендер пусть будет даже изображение слой свертки находит на нем некоторые фичи признаки формируя новый тендер возможно гораздо глубже чем исходное изображение после чего эти признаки уменьшаются мы считаем что мы нашли признаки более высокого порядка уже там более высокого порядка не терапично большой картинки и нам нет какого смысла искать их дальше на том тоже большом изображении и если мы уменьшим то с большой вероятностью наиболее интересные нам особенности останутся в тех местах но при этом учитывать нам придется уже гораздо гораздо меньше на выполняя операцию свертки полинга так несколько раз мы придем к некоторому тендеру который мы развернем в вектор и дать им он связанных от который уже потом может делать что год там и классификацию грейсию все что захочет кто такое свертка можно вопрос да ну вообще в принципе по сверточным сетям если мы например картинки хотим добавить какой-то призн какой-то набор признаков на вход нейронной сети как мы тогда поступаем если эти признаки например векторная то ничего не мешает конкуренировать это вот данном месте . этому вектору добавить наш век например сам ряд может сколько угодно как тогда будет у нас работать вот механизмы там распространение ошибки можно также получим граф который нам за неважно что слой таймской у нас есть просто некоторая операция при контакт нации вот просто нейроны которые будут использовать эти значения добавленного вектора и если граф расписать будет очень страшная штука конечно но мы получим там те же самые узлы по которым можно посчитать производную и в этом краске главный плюс в том что представляет нейронную сеть как граф он может быть любым то можно добавлять узлы сколько угодно как мы из картинки делаем тензор ну примерно хотя бы логику собственно вот у нас картинка это матрица матрица размером 3 на высоту на глубину каждая матрица каждый канал это матрица чисел 255 мы используем обычный ргбшный вариант а то есть мы чистый ргб и все других не бывает вообще не имеет специального различия в каком комплексе это делать можно ргб вот это да разложение на три ргб плоскости нам сильно поможет оно не помогает у нас просто есть входной тензор и все это было лишь того чтобы и где она используется но тензор размерность 1 он же тоже тензор ну и что что плотный ну да ничего не мешает черно-белое изображение использовать окей спасибо так чуть позже когда я открою пример про створку станет более понятно зачем нам вообще изображение чему нам не таки немножко страшного мотона 40 это функция который показывает схожесть двух функций в одном случае створку можно стать так это сумма перемножение значений входа и некоторых фильтров что у 40 есть это тоже маркетах и ансамбель даже тендер 3d случае случае будет матч прошло это именно 3d тендер и сейчас на примере будет как все считает в общем сначала небольшая картинка у нас могут быть разные фильтры знаю если у вас был маркераф то возможно вам про даже рассказывали но у нас если фильтр такой то у нас остается изображение без изменений таким же можем вылить границы можем добавить границы и повысить сам большая редкость и бокс фильтр который разумеет изображение по мосту наверно когда покажу как работает опустим красном а есть изображение который мы хотим вернуть фильтр мы берем фильтр и накладывал него в левый верхнем здесь на обидно вам не видно маленькие числа которые копируют значение фильтра мы перемножаем эти числа и складываем их сам получая значение это будет стандартки умножение фильтра в данной области с чего фильтр сдвигает мы сначала что он двигается просто на единицу целует вправо когда он доходит до права конца начинает сначала двигаясь на нескольких сильных результатом является вот такая мат это свертка это все нужно знать как работает свертка в первом приближении если сейчас вопрос да вот свертка понятно как работает а почему такие сверточные фильтры над предыдущих картинках я помню что это мат веса так подбирались случайно то есть да вот этими всеми обратными распространениями здесь это веса скорее непосредственно из графики чтобы засеиниться когда мы берем коню пикселю просто оставим пиксель который мы просматриваем здесь у нас сумма получается 0 и мы прибавляем так мы из цифральных пикселя где-то вычитаем и добавляем пиксели которые есть к краям сам оставляется границ так это некая модификация фильтров собеля можно посмотреть в вики про это или вспомнить курс наш граф или стать курс наш граф если у вас его уже выпилили на резкость это самом деле вот сам следует денег границ но почти она у него в сумме 4 не он креет яркость и давлять кредит тем самым у нас повышается четкость изображения размыть он разберет и суммирует он берет средние по некоторому окошку здесь мы делаем еще больше окошко то есть не принесли я там 7 на 7 и так далее то мы когда раз усредняя будем получать все более размыть изображение спасибо здесь как видно у нас каждом страдке является изображение не размером 4 на 6 а 2 на 4 то что фильтру в данной области мы хотели бы наложить центральный пиксель еще вот на этот пиксель но увы мы не можем потому что нас там ничего нет на помощь этому приходит один мы берем и дополняем изображение нуля можно добавлять нули можно и константы можно и токально добавлять мое изображение здесь бывает там 6 5 3 минус 1 106 4 1 5 и так далее таком случае после того как мы пройдемся фильтром мы получим пример изображения такой же как он у нас и был письмо рассматривается как вариант что мы изначально через изображение на два пикселя с каждой стороны больше и его становлюсь так же как и обычно можно то что мы просто не вернули не использовали пиксели которых у нас здесь нет понятно они делают по два слоя нулей сверху снизу тогда бы мы угловые смогли тоже отдельно задействовать добавлять нули можно сколько угодно но не принято да это всегда решается самостоятельно говоря нынче принц три параметра паринга парень который валит это как раз вот эта ситуация когда мы идем только по реальным областям есть вариант который сохраняет изображение того же размера какое было есть вариант full когда мы честно дополняем изображение на размер фильтра по единице там получаем больше размер изображения чем был тогда честно рассматривая угловые пиксели угловой потом 20 и так далее спасибо помимо спаринга у нас еще есть шаг может быть шаг в начальном примере мы сдвигали фильтр на единицу мы можем сдвигать фильтр на 2 пикселя за раз в данном случае будет также будет в углу 2 пикселя чем 2 пикселя больше на 2 пикселя свинц не может поэтому перейдет на следующую строку и на последующую строку так и мы сдвигаемся на 2 аналогично найдут три числа здесь здесь смотреть на вот это то мы по сути просто взяли и использовали каждое второе число 50 14 61 44 56 58 здесь у нас получились с шагом понятно для чего используется что расскажу вначале скрою немножко про изменения размерности и виде пуллинга в принципе свой который из изображения и ням сделать утрене и нделить на что-нибудь и нделить на что-нибудь и уменьшить его наиболее сны макс пули он просто берет максимум по каждой области целом можно смотреть тоже как фильтр который также ходит по изображению также можно использовать там паник строить и так далее максимум берет просто максимум по областям агрейш пуллинг берет среднюю сумку он берет сумму собственно говоря как раз таки вопрос зачем вместо того чтобы использовать пуллинг который ничему не учится можно использовать по стверке шагом больше единиц тогда мы не только будем понижать размеры но еще будем делать это более умно как-то так я не очень поняла почему это более умно может просто сходу трудно вот у нас есть матрички да вот эти веса не меняются они учатся они учатся выдавать тем самым спуском они учатся им лучшим образом что-то там выделять я могу летом всякие границы области и более сложные признаки макс пули он просто берет и уменьшается мое изображение макс пули он просто берет максимум а если у нас была бы сверстка то она бы эти значения как быть некоторыми коэффициентами тела и учил она могла быть гарантированно получить полинг и сам полин выбрав так и в центре речка как она четвертое то есть фильтр 2 на 2 сумму пульта в сектор по единице а если фильтр который на самом деле должен смотреть больше в приоритете на конец это число то есть у нас пулинг это по сути мы матрицы не меняются да пулинг из большей массы делает меньше мы уменьшаем странственный объем я про матрицы весов ну вот это на который умножаем в пулинге она остается постоянно что ли но если рассматривать пулинг именно как матрицы весов туда а все спасибо потому что можно рассматривать то есть даже как и слой сверстки для единообразия но почему лично мне больше нравится вариант того что мы просто выделили области причем не пересекающийся ничего не мешало пули точно так же с шагом 1 больше но меньше чем был обычно вот именно так и делали либо нынче спорнинги учитает что там чем больше плавки тем более курнифич мы получим как считает как считать размерность я бы приводит что она размер это квадрат фильтр квадрат я тогда не хочу поэтому мы кстати в общем изображение размера военно ашин какой-то ширины на какую-то высоту и мы хотим принять сверстку или полинг фильтром размерности фильтр по ширине и размер по высоте выполнение нулями равным парнингу и шагом тогда размер движения будет единица плюс округление в нижнюю сторону вот размера плюс два парнинга минус умер фильтра зеленый на шаг и будь у нас фильтр 3 на 3 дополнение единица и шаг равна единица мы получили ситуацию капитал на размер изображения то есть вариант опцию из определений если у нас был фильтр 5 на 3 парнингом 3 шагом 2 мы получили почти в два раза меньше изображения тут есть вопрос честно говоря просто не очень понятно вообще откуда формула взялась вот она есть страшный и все мы дополнили нулями на самом прибавили к размеру изображения 2 и 2 парень получили 6 на 8 фильтр когда будет проходить по он не затронет ровно два пикселя так да соответственно мы в итоге получим 4 плюс 2 и минус 3 пленой на единицу получая то же самое и что вам именно откуда конкретно но водится если очень внимательно смотреть то пойдет можно считать что когда у нас то есть простая ситуация мы получаем буквально размер туда падинга и максимальный минус размер фильтра 1 и то самая ситуация что мы не затронем ровно два пикселя это ровно фильтр без единиц размер 3-то без единиц а когда мы идем шагом то мы не всегда можем ровно закончить когда на примере поэтому нам приходится численно это округлить даст он понятнее спасибо лишь тык про игра собственно стоя находится обычно далеко не один а сразу кучу фильтр каждый фильтр он выдает на выходе матрицы тем более того каждый фильтр это тензор его на находит приходит тендер я пример приводил для 2d для т.д. мы также укладываем фильтр на каждую область и суммируем не только по ширине но и по глубине суммируем перемножая суммируем произведение значение фильтра на значениях каналов на самом мы получаем каждым фильтром плоскую матрицу и так он фильтров много мы тоже комбинируем от выражения и получаем на выходе снова тендер таким образом слой получил тендер отдал тендер если мы говоря принято что обычно на выходе используется более глубокое изображение чем было более глубокое это больше слоев вот эти вот тендер больше каналов в данном случае стоит слайд скорее именно про конструктор нейронки ну да да ну и финалочка это на слайде признаешь фигура александр это нейронка которая одна из первых победила и мишнет победила и мишнет она снимала брейнер размером из варсен до из варсен в ргб формате у нее было четыре итерации тверд с фулингом и когда на первом изображении фильтры были с шагом четыре было 96 фильтров там получалось изображение размеров 55 на 55 на 96 чем получали с помощью пулинга просто уменьшали размерность два раза а ума кулин а он подавали его в свертку уменьшали размерность повышая глубину и так далее до 6 на 6 на 256 оно превращалось в вектор отдавалось полноцвязанной сети из трех слоев в связи с теми 9000 на 4000 на 4000 и давалось в основную функцию которая кофицировать на 1000 клас а количество каналов это какая из трех размерностей трех 96 например да это говорит о том что в слое дверки было 96 фильтров каждый фильтр имел размерность 11 на 11 на 3 глубина фильтра совпадает глубиной входного тензора ибо они накладывают тебе нравится а на выходе количество каналов это количество фильтров у меня на этом все какие-то вопросы задавайте а можно еще раз про глубину фильтра то есть мы делаем не грейскейл а просто сам сама свертка ну каждый фильтр сверки он тоже в глубину и как веса там потом обучаются каждый фильтр в глубину соответствует глубине входного тензора то есть у первого слоя здесь фильтры были размером 1 на 1 на 3 они на это время накладывали какой-то области и по каждому каналу сходило суммирование это давало на выходе одну матрицу такие фильтры было 96 а ну то есть на первом сверточном слое у нас вот этот стак слоев каждый из них уже получается черно-белый то есть с глубиной 1 ну грубо говоря не совсем понял можно повторить вот мы на rgb изображение натянули свертку глубина 3 просуммировали и получается эта глубина 3 в итоге просуммировалась до глубины 1 да да каждый фильтр получает матрицу причем не стоит его расценивать как черно-белое изображение это уже не странно это могут быть совершенно левые числа ну это да и грубо говоря так черно-белым то есть такой вопрос и практике больше вот если читать статьи какие-нибудь по каким-то революционным подходом анализе изображений сейчас задать всегда в основе лежит какая-то огромная сетка которая вот алекс.нет либо вгг 16 либо еще что-то как часто приходится заново обучать сетки на самом деле или все время как бы по большей части приходится до обучать сетки такие уже фито общемировые ну соответственно практику чаще всего конечно же это обучение потому что обучать нуля это очень дорого какой момент насколько часто задачи которые тебе нужно использовать такую сеть тебе подходит не очень часто но почти наверняка гораздо лучше до обучать какую-то сеть если конечно есть безграничные возможности какого угла какого-нибудь то можно и с нуля попытаться ну вот такие задачи очень специфические как анализ например медицинских снимков или анализ каких-то технологических процессов которые записываются на видеоряд там например анализ брака какой-нибудь оснастки но неужели там на имиджнете какая-нибудь обученная сетка там вгг 16 вгг 19 после до обучения даст результат какой-то на таких специфических задачах да вполне ибо так хоть она и обучалась на всяких там котика собачка самолетиках тем не менее фильтры быстрее могут перестроиться под новые данные нуля возможно возможно пусть для качественной но обучение займет в разы больше времени когда мы данные импортируем там же какой-то при процессе крестово сети средней дисперсии они уже заранее известны из-за этого самым очень это поэтому должно же нормально быть по сути скорее предобработка входного изображения всего лишь но грубо говоря даже в гага шкале всякие бакбоны которые обучались уже на том же мачнете у них фильтры формально подточены под всякие контуры которые просто на мишнете да как он чаще большой там и абсолютно очень-очень-очень многое то свои которые особенно первые которые для всякие разные границы они формально универсальны и на поэтому ггшки отрубают последние свои связные и обучают свой в ггшка без полностранной сетки это просто очень сложный и большой выделяться рфичей даже ляда хранит можно открыл все просто границ там понятно спасибо принятие решения там в медицине она обучается там классификатор ну к этому про сложность с глубокими сетками сложно страниц обратно градиент а в целом по расстройству на в гораздо меньшей степени благодаря тип коннекцию но тем не менее лучше всего обучается именно консерта еще есть вопрос какие-нибудь скажите пожалуйста в чем вот физический смысл применять несколько сверток вот вы говорите 96 сверток примените вот в чем это заключается почему одно недостаточно например может получиться так что какой-то слой выглядит границы вертикально какие-то горизонтальные каждый фильтр может выглядеть какие-то свои особенности больше больше особенно так как последствия имеют следующие свои это позволяет из особенностей эти особенности которые не тех и понял хорошо спасибо да f равное 11 f это размером фильтра а размер с фильтра а это размер шага да это размер шага да драйк а вот фильтры она бывает же не квадратные здесь типа квадратные да да будет вполне себе даже один на н тоже фильтр гаусса его можно разделить на два одномерных фильтра обозревает гораздо быстрее размышленных брожей но это не про то что нерванты больше а про маршграб хорошо спасибо можно вот вопрос конечно вот вы говорили же что ну у нас каждое ядро по сути оно обучается выделять особенность ну какую-то конкретную свою да а как у нас как тогда используется ну например сеть вы говорили для прошлой задачи обучены на новые она ну эти ядра они будут выделять также особенность но как там же другие по идее должны быть особенности на новых картинках строго говоря первые большая часть первых слоев просто выделяет границ всякие разные границы более глубокие слои так как они прежде уже этим всяким границам они могут их объединять получая более сложные контуры да несомненно надеюсь на то что можно взять и ее не обучая в очень только разносить на изображение на этом космоса это вряд там наверно твои фич но не понимает что берите только для кафе и только его используйте и что это также подстраиваются подавляюсь бы что задач так что им хватает печей которые выдают эти бакон приправить бакбоны он потом подскажет коллеги там всякие разные хорошо спасибо вот мы получается каждую свертку но каждый фильтр инициализируем же случайно как-то мы же каждую свертку получается инициализируем теми же случайными величинами как обычно вот а как каждый сверток отдельности она как она обучается распознавать разные контуры то есть почему допустим на первом слое все эти шесть сверток не будут распознавать одну и ту же какую-то деталь вполне могут тут все зависит от того как ляжут клиенты формально мое мнение никаких контуров они строго нет но во время обучения получается так что фильтры подстраиваются под эти контуры но ничего не мешает совпасть так что они соответственно первых это будут делать вообще какую-то дичь а вот потом более глубоких слоях они обвиняются так что оказывается что это была какая-то граница и на поэтому сетки они неинтерпортируемые можно пытаться смотреть что получается на каждом слое можно пытаться смотреть на фильтры значения фильтров хотя это примерно полезно учитывая что осмотреть это там даже данном примере из 56 изображений 2727 и что-то там понять ну так себе татей сейчас и такое может быть но чаще всего и так что уходит по определению как возможно это вполне вероятно может показать но эта задача не наш вопрос тема кишка вопрос почему последний слой softmax а не сигма это например или можно любую функцию нужно было один класс и нам нужно получить именно вероятность и чтобы значение были одна единица и мы используем сигмоиду так каждое значение было бы отряда единиц можно сделать и само значение как вероятность но сумме это не вероятности на любом тысячи это ради красивого мы плюс для softmax то есть активная прекрасная терапия пример которую получается очень эффективно начальные частные производные удобнее чем для сигма это практика и мой да довольно быстро умирает значение производный седьмой да в раму левопроизводные значение маленькая чем 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 дальше значение тема но чем меньше и она можно довольно быстро смотреть как так как на каждом слое умножается назначение производной мы получим большого числа очень быстро клиент затух в софтмапсе обычно такого он проходит гораздо реже благодаря как эффективной ответил да спасибо напомните пожалуйста какие тут параметры обучаются для каждого на последних сэх понятно а на сверточных что-то обучается собственно фильтры размер фильтра в данном случае обучается 96 умноженное на 11 можно на 11 умножить на 3 веса как сказать говоря почему это гораздо круче чем полосказанная пятка если у нас было то изображение было 3-2 изображения фильтр у нас был бы 3 на 3 то у нас было всего 9 сушкой стены а не 1024 то гораздо проще обучаются чем огромное количество весов дабы того фильтры позволяют увидеть локальную связь как они смотрят не на вектор а он смотрит сразу на на некоторые именно они обучаются как это если вопрос больше нет то спасибо за внимание и до встречи с коллегами на следующей неделе до свидания спасибо андрей сказал